Пожалуйста, откройте Библию на 2-м послании к Коринфянам, 13-я глава, стих 5. «Испытывайте самих себя, верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Мы спасаемся по вере в Иисуса Христа. Но как нам знать то, что мы действительно уверовали ко спасению? Имеем ли мы уверенность в себе только потому, что нам говорит об этом наше сердце? Уверены ли мы в том, что мы спасены только потому, что мы так думаем? Библия учит тому, что есть свидетельства о уверенности спасения. Те, кто действительно верят, у них есть уверенность в сердце. И у них есть мир в уме. Но есть и другие свидетельства. И они очень важны. Есть очень много людей, у которых мир в сердце от того, что они думают, что попадут на небеса, но они не верят в Иисуса. Очень многие люди, которые думают о том, что они попадут на небеса, но не верят в Иисуса, они не попадут на небеса. И нам нужно рассмотреть все свидетельства обращения. И здесь, в этой церкви, в коринфянской церкви, было много проблем. Был грех и мирское. Были стычки и аморальность. И в этом стихе, который мы сейчас прочитали, мы видим, как Павел разбирается с этим. Он призывает их испытывать себя. Смотреть, верили ли они. Исследовать себя. Знать, действительно ли они христиане. Он говорит то же, что Иисус сказал в седьмой главе Евангелия от Матфея. Вы узнаете их по делам. По плодам их, узнайте их. Мы знаем, будем знать о том, что мы действительно являемся христианами. Не только потому, что мы чувствуем, как мы думаем о себе, но также по плодам в нашей жизни. Вы узнаете их по плодам. Откроем 1 Иоанна, 5 глава, 13 стих. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Иоанн говорит нам о том, с какой целью он написал свое послание. И это очень характерно для всего, что Иоанн написал. В Евангелии от Иоанна он также говорит нам, для чего он написал это Евангелие. Цель Евангелия была та, чтобы люди поверили в Иисуса. И чтобы были спасены. Здесь, в 13 стихе, он говорит нам, для чего он написал это свое первое послание. Он написал это для того, чтобы верующие имели большую уверенность о своем спасении. Лжеучителя проникли в церковь. И говорили всякого рода нехорошие вещи. И, возможно, они отделяли и говорили против истинно верующих. Эти лжеучителя, наверное, были очень властными людьми. И что заставило появиться сомнениям в сердцах истинно верующих. И поэтому апостол Иоанн написал им несколько вещей о том, чтобы восстановить их уверенность. И в этой книге послание от Иоанна мы видим несколько тестов. Которые отражают характеристики истинного христианина. И мы можем сравнить нашу жизнь с этими, с помощью этих тестов. И если наша жизнь проходит через эти тесты, мы приобретаем больше уверенность о том, что мы действительно обратились к Богу. Но если наша жизнь не проходит эти тесты, это должно нас начать задаваться вопросами. И мы пройдем через несколько из этих наиболее важных тестов. Начнем с первой главы в пятом стихе. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Бог есть свет. Что это значит? Это значит, что Бог свят. В Нем нет никакого греха. Нет ни тени, никакого темного места в Боге. Он чист. И еще что это значит? Это также значит, что Бог открыл Себя нам. Он открыл нам знания о Себе. Он сказал нам о том, кто Он есть и чего Он хочет. Так что сказать, что Бог есть свет, это значит, что Он открыл нам то, кто Он есть. Он открыл нам Свою волю. Он не прячется и не находится во тьме. Прочитаем шестой и седьмой стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». В шестом стихе написано «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, это значит, что если мы говорим, что мы христиане, но в то же самое время мы ходим во тьме, что значит ходить во тьме? Это значит жить так, что противоречит всему тому, что Бог открыл о Себе и о Своей воле в Библии. Ходить во тьме еще раз значит, что жить так, что противоречит тому, что Бог открыл нам в Своих заповедях. Если мы говорим, что мы христиане, но мы живем противно тому, что Бог открыл о Себе, и это противоречит закону Божьему, тогда, согласно Иоанну, он называет нас лжецами, и на самом деле мы не христиане. Но в седьмом стихе он говорит «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Если мы ходим во свете, это свидетельствует о том, что мы христиане. Иоанн не говорит то, что мы должны совершенно ходить во свете. Ни одному человеку это невозможно. Даже не самый возросший в вере христианин может совершенно ходить во свете. Но то, о чем Иоанн здесь говорит, это образ жизни. До того, как человек становится христианином, он живет жизнью, которая противоречит Богу. Но когда человек становится христианином, он начинает жить жизнью, которая согласуется с Божьей волей. Это не значит, что он совершенен в этом. Но это значит, что образ его жизни изменился. Он больше не ходит во тьме. В тьме и невежестве, но он знает Бога и хочет угодить Ему. Описывает ли это ваша жизнь? Знаете ли вы о том, что Писание говорит о Боге и о Его воле? И ищете ли вы того, чтобы ходить так? Ходите ли вы во свете? Это одно из важных доказательств, свидетельств истинного обращения. Перейдем к следующему тесту. Стихи 8 и 10 с 8 по 10 первой главы. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Этот текст очень важен. Он доказывает то, что христиане в этой жизни не могут достичь совершенства. «Мы знаем, что мы христиане не потому, что мы совершенны, но потому, что мы признаем свой грех и исповедуем его». Одно из самых важных свидетельств того, что вы действительно христианин, это не только то, что вы теперь в новых отношениях с Богом, но также то, что у вас теперь новые отношения ко греху. Вы ненавидите грех. Вы ищете избегать, как избежать греха. Но когда вы согрешаете, вы не можете жить с этим. Вы просто не можете не исповедать этот грех. До того, как человек становится христианином, им совершенно не безразлично, в чем заключается Божья воля. Когда они грешат, их это не очень беспокоит. Их жизнь не отличается исповеданием перед Богом. Но когда мы становимся христианами, грех начинает беспокоить нас. Он изъедает нас изнутри. Нам просто необходимо освободиться от Него, и поэтому мы приходим к Богу и исповедуем грех. Так что самое важное, одно из важных свидетельств того, что вы христианин, заключается в том, что вы не можете жить в мире с грехом. Но вы должны отстранить Его от Себя и исповедовать Его. Иисус сказал, блаженны плачущие, потому что они утешатся. Одно из важных свидетельств того, что мы обращены, это то, что мы плачем о грехе. Мы не можем радоваться и быть довольными во грехе. И у нас не будет мира в сердце до тех пор, пока мы не исповедуем этот грех. Третий тест. Вторая глава, третий стих. Третий и четвертый стих. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Так мы знаем, что познали Его. Или поэтому мы узнаем, что теперь мы христиане. И это тогда, когда мы исполняем заповеди Его. Соблюдаем Его заповеди. Что он имеет в виду? Опять-таки, говорит ли он о совершенстве? Совершенно нет. Здесь он говорит о новом отношении, о новых отношениях. Настоящий христианин, у него есть новые отношения с Богом. И у него есть новые отношения с Словом Божьим. Он желает и стремится соблюсти Его. И изменения в его жизни просто налицо. До того, как человек становится христианином, опять-таки, ему безразлично, в чем заключается воля Божья. Он не пытается и не старается, не стремится подчинить свою жизнь воле Божьей. Если он нарушает Божьи заповеди, его это не беспокоит. Но христианин другой. У него есть новые отношения с Богом. Новые отношения ко греху. И новые отношения к Слову Божьему. Им хочется изучать Его. И хочется быть послушным Ему. Когда он нарушает Божий закон, он исповедает это. И он начинает снова. Является ли это реальностью в вашей жизни? Заметили ли вы эти перемены? Что вам теперь хочется знать воли Божьей? И вам хочется ходить согласно с Его заповедями. И в вашей жизни произошли реальные изменения. И когда вы согрешаете, это разбивает ваше сердце и приводит вас к исповеданию. Следующий тест. Шестой стих второй главы. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Кто говорит, что пребывает в нем, или, опять-таки, кто говорит, что он христианин, должен поступать так, как он поступал. Он должен подражать Христу. И здесь, опять-таки, не говорится о совершенстве. Здесь говорится о новом направлении в жизни. Новом образе жизни. Вам хочется быть похожим на Иисуса Христа. Поступать так, как Христос. Говорить, как Христос. Иметь ум Христов. Это заметное изменение в вашей жизни. Является ли это реальностью в вашей жизни? В нашем мире наиболее популярные люди – это великие атлеты и кинозвезды. Хотите ли вы быть, как они? Есть ли у вас желание жить такой же жизнью, как знаменитости? Хотите ли вы быть похожими на тех людей, которые в мире? Если это так, то это только потому, что вы от мира. И это неправильно. Очень неправильно. Настоящий христианин будет хотеть подражать Христу. И будет хотеть расти в том, чтобы быть все более и более похожим на Христа. Описывает ли это вашу жизнь? Видите ли вы такие изменения в вашей жизни? Если вы растете в вашем желании быть, как Христос. Это и есть свидетельством истинного обращения. Но если ничего не поменялось, и вы все еще хотите быть, как этот мир, и жить, как этот мир, и хотите то, что предлагает этот мир, это должно насторожить вас и обеспокоить. И это может быть свидетельством того, что вы на самом деле не знаете Христа. Посмотрим на другой тест. В стихах с 8 по 10 2 главы. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». 10 стих. «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». В 9 стихе написано, что «кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». «Тот, кто говорит, что он христианин, но ненавидит своего брата, не является христианином». «Кто наш брат?» В контексте этой главы, этого Писания, это другие христиане. «Мы должны любить всех людей, людей разных национальностей, любить бедных, любить врагов своих. Но здесь говорится о любви к братьям-христианам. И вот, что это значит. Если вы действительно христианин, вы будете любить других христиан, потому что они тоже христиане. Вам будет хотеться быть вместе с ними, иметь общение с ними, говорить о Христе вместе. Но если вам не хочется быть в общении с другими христианами, и вам хотелось бы лучше быть людьми этого мира, и вам не нравится говорить о Христе с другими верующими, но вы скорее будете говорить о мирском с мирскими, то вас это должно обеспокоить. Очень возможно, что вы не пришли действительно ко Христу, и ваше сердце не изменилось. Любите ли вы людей Божьих? Хотите ли вы проводить с ними время? Беспокоитесь ли вы о них? Хотите ли вы быть в общении с ними во имя Христа? В Матфеи, в 25 главе, Иисус говорит об овцах и козлах. Вот как он описывает христиан. Я был голоден, и вы накормили меня. Я был в заключении, и вы пришли посетить меня. Я был наг, и вы одели меня. Потому что, если вы сделали это для меньших из братьев, вы сделали это для меня. Что это значит? Это значит, что были христиане, которые страдали из-за своей веры в Иисуса Христа. Терпели гонения, были брошены в тюрьмы. Некоторые были биты и ранены. Некоторые потеряли жилье. И свидетельство того, что мы действительно христиане, это то, что мы пошли к тем христианам, которые страдали. Мы помогли им и послужили им. Даже ценой риска для своей жизни. И Иисус говорит о козлах тоже. И Он говорит им, отойдите от Меня. Я был голоден, и вы не накормили Меня. Я был в заключении, и вы не посетили Меня. Я был наг, и вы не одели Меня. И тем самым, они продемонстрировали то, что они не были верующими. Потому что они не беспокоились, не заботились о людях Божьих. Одно из важных свидетельств того, что вы действительно христианин, получается в том, что вы любите других христиан. И даже вы рискнете своей собственной жизнью ради них. Даже если это будет вам стоить. Является ли это реальностью в вашей жизни? Любите ли вы быть с народом Божьим? Говорить о том, что Божье? Или вам больше нравится быть с мирскими людьми? И говорить о мирском. Еще тест. 2 глава с 15 по 17 стих. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Что значит мир? Мир – это все, что противоречит воле Божьей. Он отмечен похотью плоти. Отличительной чертой его является похоть очей и гордость житейская. И это все то, что люди сейчас ценят выше всего. И это мирские вещи. Это то, что мы видим в Голливуде. Богатство. Чувственность. Физическая красота и сила. Гордость. Это все, чем великие этого мира обладают. Некоторые люди говорят, что есть два типа людей в мире. Те, у которых есть все в этом мире. И те, кто хотят иметь все в этом мире. Но все-таки есть и третий вид людей. Люди, которые были рождены Духом Божьим. Люди, которые признают то, что этот мир проходит. Что этот мир – это как мгновение во времени. Что наша жизнь – это как пар. И что все то, к чему так сильно стремится этот мир – это то, что Бог ненавидит. Любите ли вы мир? Хотите ли вы быть так, как мир? Это связано с тем, что у вас нет любви Божьей. Позвольте мне вот что сказать. Даже самый возросший и сильный христианин страдает, борется с этой проблемой. Но в этом и есть свидетельство о их обращении. Их обращение – они борются с этим миром. И даже несмотря на то, что иногда часто мир привлекает нас, мы знаем и понимаем, что это неправильно. И мы боремся с этим. И если мы вместе с миром проходим несколько шагов, мы каемся в этом. и ненавидим то, что мы сделали. И боремся с этим. До того, как человек обращается к Богу, он является другом этому миру. Идут вместе спутники. Но когда человек становится христианином, он поворачивается и идет в противоположную сторону. Мир идет в одну сторону, а мы с трудом и борениями идем в противоположную сторону. Мы объявили войну этому миру. И по мере нашего роста во Христе мир становится распят для нас, и мы распяты для мира. Не удивляйтесь, когда мир ненавидит вас. Потому что так оно и должно быть. Если мир не ненавидит вас, вы, скорее всего, не христианин. Представьте ваш крест. И на этом кресте висит тело. И оно было там две недели. Под солнцем. И это тело разлагается и смердит. Когда вы смотрите на мир, именно это вам и нужно видеть. этот мир был распят для вас. Это разлагающийся смирдящий труп. Но в то же самое время, когда мир смотрит на вас, если вы действительно следуете за Христом, что увидит этот мир? Он увидит что-то, что похоже на крест. И на этом кресте вы. Разлагающийся и смердящий. Мир не привлекателен для вас. Но и вы не привлекательны для мира. Потому что мир и вы – это две совершенно разные вещи. Не любите мира. Удивительно, иногда мне вызывает восхищение. У меня есть счет на севере Twitter. И многие люди, которые читают то, что я там помещаю. Когда я смотрю на их ярлычок, их профиля. Иногда на них даже невозможно смотреть. Будут заглавия такое, как «Последователь Христа». И под заглавием этого профиля у них будет полно всяких картинок, которые отражают их чувствительный характер. Им мирской характер. Это совершенное противоречие. И одно из двух – им либо нужно поменять то, как они живут, либо перестать использовать имя Христа по отношению к себе. Мы не должны выглядеть, как мир. Мы – последователи Христа. Мы не должны преобразовываться в образ этого мира. Но должны преобразовываться обновлением ума нашего. Любите ли вы мир? Если так, то любовь Божья не в вас. В заключении обратимся к 5-й главе послания от Иоанна, 11-12 стих. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Мы прошли только через несколько тестов. Было бы сложно пройти через все послание Иоанна в одной проповеди. Но хотелось бы на один последний тест посмотреть. Настоящий верующий признает, что Иисус Христос – это все. И говорится здесь, «Свидетельство состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его». У меня есть сильная уверенность в спасении. Потому что мое спасение зависит от Иисуса Христа. Если бы я думал, что мое спасение на 99% зависит от Иисуса Христа и на 1% от меня, у меня не было бы надежды. Потому что даже в этом 1% я бы потерпел неудачу. Но мое спасение основано и полагается на Иисусе Христе. Я не доверяю тому, что я сделал или могу сделать. Но я доверяю и полагаюсь на то, что Христос сделал и сделает. Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь. И не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Все о Сыне. Все абсолютно зависит от Него. Если вы имеете Его верой, вы христианин. Если вы не имеете Христа верой, если ваша вера смешана с делами, если вы надеетесь на Сына и на себя, у вас нету спасения. Спасение только во Христе. Но если вы верите в Сына, вы были рождены свыше, и ваша жизнь будет другой. Мы спасены по вере. И свидетельство нашего спасения в том, что мы живем новой жизнью. И тот, кто начал в нас доброе дело, будет совершать его до Дня Иисуса Христа. Исследуйте себя, испытайте себя, чтобы убедиться в том, христианин ли вы. Не думайте о том, что если вы однажды в своей жизни помолились молитвой, значит, вы спасены. Покалились ли вы в своих грехах? Уверовали ли вы? Продолжаете ли вы в своей жизни каяться и веровать? Вот в чем великий вопрос. Давайте помолимся. Отец, просим Тебя, чтобы Ты использовал Твое Слово, чтобы изменять жизнь. Молюсь о том, чтобы те, у кого есть вера, получили еще большую уверенность. Я молюсь о том, чтобы те, кто не верующие, устремились ко Христу и уверовали. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя. Мы молимся, чтобы Твое имя было возвеличено среди народов. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.